Всем привет, друзья! Вы просили меня снять видео, как увеличить венозность. Вот я вам расскажу, потому что у меня венозность довольно хорошая, то есть я могу рассказать, поделиться, как ее вообще увеличить. И также расскажу немножко о том, что я услышал у других вот качков таких здоровых, у которых там вены просто вылазят уже из кожи, вот так знаете, поверх кожи становятся такие просто шланги. Вот, расскажу всю эту информацию, расскажу свой личный опыт. Давайте начнем. Итак, друзья, первый пункт самый важный, блин, мне кажется, он в бодибилдинге вообще всегда самый важный. Это генетика, естественно. Чтобы у вас появились здоровые вены на руках и вообще на всем теле, вам нужно, чтобы ваш папа и мама, ну или кто-то один хотя бы, и вам это передалось, то есть были венозные. Бывают люди, да, от рождения, даже не качки, а обычные люди, они просто бывают очень венозные. Там, если человек худой, у него вены капец как торчат. Естественно, генетика играет очень огромную роль. Если мама или папа венозные, то где-то 90%, что это передастся вам. Поэтому первая генетика. Следующее, второе, друзья, это, как немаловажно, естественно, это тяжелые интенсивные тренировки. То есть, получается, вы должны тренироваться с большими весами где-то от 5 до 8 повторений, чтобы вам было прям сложно-сложно, там, становые тяги делаете, подъемы на бицепс, подтягивания с дополнительным весом и так далее. Этот прикол я, короче, взял у одного крутого качка. Попозже немножко скажу его имя, потому что сейчас не помню. Вот. Он сказал, что нужно тренироваться именно с тяжелыми вот весами. И самое важное, что в конце тренировки с тяжелыми весами вам нужно взять легкий вес и просто как добивание в последнем подходе сделать на 15-20 повторений. То есть, бомбите, пампите свои руки. Что это дает? Когда вы занимаетесь тяжелыми весами, кровь, естественно, прокачивается больше, выкидывается из сердца, ну, сердце прокачивает больше крови по вашему организму. И, естественно, тогда у вас расширяются вены из-за этого, потому что потоки крови большие идут, нагрузка большая, давление повышается, и вены увеличиваются. Итак, друзья, если вы хотите прокачать вот именно на руках вены, чтобы они здоровые такие торчали, то вам нужно работать, ну, больше на руки, на бицепс. То есть, берете большие веса, делаете где-то 4-5 подходиков с большим весом и шестым просто добиваете вот на максимум, как я и сказал. Делаем в размере 5-7 повторений, и этого будет достаточно. После того, как мы сделали 5-6 подходов можно с большим весом, мы переходим к маленькому весу и просто долбим на 15-20 повторений. Кровь пошла вот в руки, и вены максимально напампились. Видите, какие здоровые стали? Это значит, что хорошая предрасположенность у меня к венозности, и то, что эти упражнения, естественно, помогают. Следующий, третий пункт – это статическое напряжение. Тоже многие качки и всякие там атлеты крутые, которые выступают на сцене, советуют делать статику. То есть, статику можно делать на турнике, висите, например, вот таким вот образом. Можно, если турника ничего под рукой нет, то просто можно напрячь руку вот таким вот образом. Это будет создавать давление в вашей руке, да, кровь будет туда больше поступать, и, естественно, вены будут пампиться больше. Но это, естественно, тоже один из методов, который помогает вот увеличить вашу венозность. То есть, получается, вы можете встать так и просто вот так на максимум стоять, и максимально напрягать свои мышцы. И будут вены, видите, будут пампиться. Это означает, что туда кровь забивается, естественно, она там держится, и получается, что вены пампятся, и вы становитесь гераклом. И так делайте просто на максимум, не знаю, подходе к 4. Да, просто стоите дома, делать нечего, взяли, напампились. Это будет вам в помощь, если вы хотите большие вены. Статическая нагрузка может выглядеть еще вот таким вот образом. Мы повисаем, да, и делаем просто вот так вот статику, чтобы у нас просто руки максимально забивались кровью, наливались. Еще можно поделать небольшие вот такие движения. Это представьте, как насос качает кровь, вот так и ваше тело будет вкачивать кровь в ваши руки. Это Слава сказал, подсказал. Вот. А вообще просто можете висеть вот таким образом, естественно, кровь будет приливать в руки, и они будут максимально пампятся. Смотрим на результат. Наливаются. Вот они, вены пошли. Итак, друзья, следующий пункт – это питание. Без питания вообще ничего нигде не бывает. Питание, наверное, это один из самых важных пунктов. То есть, что значит питание? Если вы хотите большие такие налитые вены, то вам, естественно, нужно питаться так. Так, кушать меньше углеводов, больше комплексных углеводов, да, но не есть там сладости всякие, там, не знаю, печеньки, конфеты и так далее. Это нужно вообще исключить, потому что вам нужно, чтобы у вас руки не заплывали и вы были сухими. Значит, нужно больше кушать белков. То есть, больше белковой пищи, белковая диета. И третье – это нужно кушать меньше жиров. Кушайте полезные жиры, все плохие жиры, там, всякие гамбургеры, эти картошку фри – это все просто противопоказано, потому что чем больше у вас тело заплывает жиром, тем менее у вас видно вен на теле. То есть, вам нужно кушать так, чтобы у вас был, ну, можно, дефицит калорий. Если вы толстый, то нужен дефицит, естественно, если вы хотите вот поддерживать свою сухость, например, как я, да, я сухой довольно, я могу кушать, например, 2700 калорий, что будет для меня нормой, я буду поддерживать вот такую сухость. Зависит, естественно, от вашего типа телосложения и от вашей вот подготовленности. И последнее, друзья, это оксид азота. Как бы странно это ни звучало, я услышал, опять же, у этого качка. Давайте я даже посмотрю, как его зовут, потому что вы сможете тоже посмотреть. Это Лилибрада, Лилибрада. Вот, он сказал, что обязательно нужно употреблять оксид азота, если у вас плохо, вот, короче, вены видны, нужно употреблять оксид азота. Оксид азота содержится в большинстве случаев в предтренировочных комплексах. То есть, вы покупаете предтренировочный комплекс, или лучше сначала спросить у продавца, содержится ли там оксид азота. Вы можете посмотреть в интернете вообще предтренировочные комплексы, и там вся вот эта информация будет. Если содержится, то покупайте предтрен, пьете его перед тренировкой. Есть также такие спортивные добавки, которые можно пить на тренировке, прямо которые содержат оксид азота. Что это дает вообще? Это дает, что у вас увеличивается кровоснабжение, да, кровь очень сильно циркулирует в вашем теле, также эластичные сосуды становятся, то есть, они расширяются из-за того, что кровь постоянно бурлит у вас там, сосуды расширяются, проходит больше крови под давлением, увеличиваются силовые ваши, это помогает, естественно, во всяких там жимах, лежа, в становые тяги и так далее, у вас увеличивается сила. Оксид азота крутая тема, по словам этого Ли. И вот, так что, ребят, я тоже советую, так как у него огромный вен, я вот тут фоточку приложу этого человека, он знает, что говорит, я думаю. Итак, друзья, подводя итоги, я могу сказать, что многие девушки, да и многие парни выглядят с венами круто. И многие девушки любят, когда у парней вот огромные, ну не огромные, конечно, а в меру такие выделяющиеся вены. Поэтому, если вы хотите вот такие вены, как у меня, то вам нужно прибегнуть вот к этим советам, которые я вам дал до этого. Используйте эти советы, пробуйте, и в скором времени, естественно, я уверен, у вас появятся вены. Естественно, если у вас такая генетика есть, предрасположенность к венозности. А так, друзья, спасибо огромное за внимание, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok